Значит, как устроен звукоряд? По-первых, скажу, что у Адамсов уже тоже существуют разные регистры, но за основной инструмент мы взяли УАДАНС, условно мы его называем в Си. То есть, когда все отверстия закрыты, самая низкая нота у нас это Си. А самые, можно сказать, главные тоники для игры ми миноре, ре миноре, ре мажоре у нас это ми и ре. И как у нас устроен звукоряд? Если писали духовики, метники, тромпоны, типа того, кто играет на метных инструментах, нет у нас таких, да? Тогда, я думал, будут, и они бы были в большом преимуществе, потому что они очень хорошо знают, что такое Абертоновый звукоряд. А кто-нибудь знает, что такое Абертоновый звукоряд и как он устроен? Тоже никто не знает. Тогда фрации, что это такое? Абертоновый, он же гармонический звукоряд, это когда у нас наш звук, каждый следующий, следующая единица нашего звукоряда, она по определенному закону расположена. Сначала это у нас идет скачок на октаву, потом на квинту, потом на кварту, потом на большую терцию, на малую терцию, на большую секунду, на малую секунду, и дальше дробление уже еще более маленькое происходит. Так устроен, это гармонический ряд, это математический закон, он распространяется не только на звук, это вообще один из основ нашего мира, этот в том числе, как и многие другие математические законы. И именно в нем устроены звуки, если мы будем на инструменте, на вадензе, просто закрыв все отверстия, представим, что у нас нету даже этих отверстий, это просто трубка. И передуванием мы получаем скачки именно на вот эти значения. Сначала октава, потом квинта, потом кварта, большая терция, малая терция. Вот. И, в принципе, вот в пределах этих скачков наш звукоряд и кроется. То есть, как это работает? Вот я взял низкую ноту си. Вот она в первом такте у нас. И потом я передул и получил вот на октаву выше си, потом передул и получил на квинту выше фа диез. А все остальные звуки от этого базового звука у нас формируют грифовые отверстия. То есть, мы подняли один палец, как вообще устроены все духовые, да? Если на струнощипковых мы зажимаем струну и укорачиваем нашу мензуру, да? И, соответственно, струна звучит выше в зависимости от того, на каком ладу мы ее зажали. Она просто, мы регулируем ее длину. Примерно так же мы регулируем длину воздушного столба или давления в нашей трубке. То есть, мы, поднимая отверстие, мы укорачиваем наш воздушный столб на какие-то, на полтона, на тон. Вот так устроены практически все духовые. Единственное, что во флейтах тут весь звук рождается буквально вот здесь, и отсюда он происходит. Если будете вызвучивать, то микрофоны надо ставить вот здесь. А на тростевых микрофоны всегда все идет из дырок. Ну, это короткий отскок. Вернемся к звукоряду. И вот, что у нас характерно. Обратите внимание, что есть четвертные ноты, и в конце каждого блока звукоряда есть нота восьмая. Что такое четвертные ноты? Это те ноты звукоряда, которые образуются с помощью трех верхних пальцевых отверстий. Которые условно стандартны для всех кавказских флейт этого типа. И они дают у нас фригийский тетрахорд образца ми-фа-со-ля. Ми-фа-со-ля-си. Ну, или в данном случае си-дор-э-ми. Да, правильно? Вот. И у нас еще вот эта четвертная нота в каждом блоке. Это нижнее тыльное отверстие. Я его назвал отверстие имени Тому Берости. Потому что он его решил, что ему звукоряк нужно в каких-то моментах. И это действительно очень полезно оказалось расширять еще на полтона. То есть самую верхнюю ноту мы расширяем и получаем еще полтона от нее. И так в каждом регистре. Это у нас регистры. В каждом такте по одному регистру. Этот нижний регистр мы называем корнак. То есть... Корнак подпев. Ну, кто так? Все знают, что такое корнак? Или не все? Кто не знает, поднимите руки. Уже знаю. Расскажи, пожалуйста. Расскажи, люди некоторые. Корнак это слово, которое используется в основном. В бастинском языке в качестве слова к подпеву любой героической песни. Типа акрн, корнак это такой бурдон, подпев. Гармоническое подголосие, да? Да. То есть когда у нас идет в пене на этом фоне. Все, да? Не успел прозвукоряд. Буду, значит, объяснять буквально на пальцах. Значит, вот этот вот самый немножко неполный наш звукоряд нижнего регистра, корнак, он звучит вот так. В мелодической практике он практически не используется. Вот буквально и в традиционных использованиях инструмента он тоже не используется. Но мы вот придумали использовать его как в качестве гармонических линий. Вот. И мы его назвали корнак диапазон. Ну просто мы его так и называем. А дальше уже идет, что называется, рабочий диапазон. И он уже, каждый регистр просто имеет свой порядковый номер. Первый. Второй регистр. Как мы помним, он у нас на квинту выше первого. И вместе они составляют именно основной рабочий диапазон инструмента. То есть у нас от базовой, ну условно, если мы за ми берем за тонику, у нас есть хорошая кварта вниз. И прям много-много нот октава. И октава вверх у нас есть, вот это ми. И есть еще выше ноты. Можно о них отдельно поговорим. И я уже залез на третий регистр. И вот третий. И есть даже еще четвертый. И там еще есть одна, это фа диез, самая уже четвертого регистра. Но четвертый регистр исполнителей пока не освоили. Но в принципе там есть еще даже и на пятый регистр. То есть очень такие высокие-высокие ноты. Но они, конечно, берутся весьма не сразу. Для этого нужно становление звукоизвлекающего аппарата. Наверное, про звукоряд все. О, наш звукоряд вернулся. Спасибо. Значит, вот это у нас карнак диапазон. Это у нас первый регистр. Второй регистр, видите, да, нотки идут практически подряд. Третий регистр, у него уже даже есть общие ноты со вторым. И четвертый регистр, вот он даже не влез в картинку. Он пока еще не очень используем, не очень исследован. В общем, там есть еще выше и выше и выше. Возможности инструмента, по сути, до конца еще даже и не исследованы. Продолжение следует... Продолжение следует...